Продолжаем наши мини-видеоролики. Я рассказываю про то, как мы прибыли впервые зимовать в Египет, непосредственно на курорт Шермальши. Мы арендовали в Компаунде, это жилой комплекс. У них жилые комплексы называются Компаун. Это с охраной, туда так ты не въедешь, то есть надо предоставлять документы. Каждый таксист, который туда объезжает, обязательно оставляет свои водительские права. Когда выезжает, ему возвращают. И там четко смотрят, кто куда приезжает. С этим все очень строго. Плюс был в том, что в этом Компаунде, кстати, как и в любых других Компаундах, вот этих жилых комплексов под охраной, всегда есть мини-маркет. То есть, грубо говоря, даже если у вас там не развитая инфраструктура, то в Компаунде все равно у вас будет маленький магазинчик, где вы сможете купить продукты первой необходимости. Масло, яйца, какие-то овощи. Это очень удобно. Плюс был этого Компаунда, что рядом находится небольшой, назовем так, центр, где проходил фитнес, там были занятия по йоге и джим, ну, как бы такие вещи. Кстати, вот в этом РАПе, почему я на него еще обратила внимание, когда бронировала, там был теннисный корж, что редкость. Вот, стоимость теннисного коржа примерно 50 футов в час, уложаем на 5, 250 рублей. Это очень гуманные цены, и это было, получается, прямо в нашем Компаунде. Плюс, естественно, там было, по-моему, там было пару бассейнов, или один большой, не помню, но они были холодные, без подогрева. Кстати, имейте в виду, если вы едете в Египет на зимовку и бронируете жилье вот в подобных Компаундах, всегда спрашивайте, чтобы бассейн был с подогревом, потому что в зимнее время вы купаться не сможете, какими бы вы закаленными не были, потому что вода была ледяная, никто не купался. То есть вот он вроде бы есть, этот красивый бассейн, но толку от него никакого. Поэтому ищите бассейн с подогревом на зимний период времени. Также плюс этого Компаунда, еще раз повторюсь, что там он находился, то есть около главной дороги, там можно было выйти и в любую сторону поймать такси на любой пляж. До пляжа ехать, к примеру, 5, 10, 15 минут, в зависимости, на какой пляж вы поедете. Ну и, соответственно, и разная цена. То есть сам Компаунд находится не на пляже, поэтому на море мы всегда закладывали бюджет на такси. Об этом я в другом видео-ролике обязательно расскажу более подробно о пляжах и о стоимости туда добираться. Поэтому мы благополучно прожили два месяца, но стали искать замену. И нам порекомендовали очень хорошее место, называется Дельта. Дельта – это тоже своего рода, можно сказать, компаунд, то есть большая территория, там, по-моему, 8 бассейнов. Но это состоит из отелей и из жилья от собственников. То есть, грубо говоря, половина жилья от хозяев сдается, половина – это отель. Восемь бассейнов и один из бассейнов был с подогрева. Так что в следующем ролике я расскажу поподробнее об этом месте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!